сейчас мы рассмотрим самый простой случай движения это движение с постоянной скоростью когда в равно константа по определению скорость это отношение отрезка пути на промежуток времени значит если преобразовать это уравнение то мы получаем вот такой вид и вспоминая что дельта s это s2 минус s1 а дельта t это t2 минус t1 можно записать его вот в таком виде отсюда получаем что любое значение в момент времени t2 будет связано вот следующей формулой s2 равно s1 плюс скорость умноженное на разницу моментов времени обычно в начальный момент времени принимается за нулевое поэтому формула может быть немножко преобразована при этом начальное положение тела принимается или материальной точки принимается равной обозначается с помощью не s1 а s0 и мы с вами получаем привычную формулу которая описывает положение тела и скорость если скорость постоянно с равняется с нулевое плюс в на т если посмотреть на графике что за график будет в этом случае мы увидим следующее это не что иное как уравнение прямой y равняется а плюс b на x а уравнение прямой на графике так и выглядит в виде прямой линии значит при равномерном движении с постоянной скоростью у нас график координаты от времени имеет прямой вид причем для любой точки начальное значение времени в момент времени 0 начальное положение тела обозначаем мы с помощью с нулевое то есть уже координата материальной точки находилась вот в этой точке координата с 0 теперь мы знаем физический смысл скорости скорость это путь который проходит тело за одну секунду значит через секунду координаты должна на в быть больше поэтому мы и рисуем через одну секунду наша координата увеличилась на в с нулевое мы добавили в через две секунды мы добавляем 2 в через три секунды три вы и получается вот такая прямая ясно что чем больше скорость тем больше наклон этой прямой и сейчас мы посмотрим как с помощью графиков определять скорость материальной точки ответим теперь на вопрос как по графику зависимости пути от времени определять скорость на различных участках здесь приведен пример изменения координаты во времени по определению скорости мы знаем что скорость на любом участке это отношение отрезка пути на соответствующий отрезок времени дельта с деленное на дельта т хорошо значит мы видим что на первых трех секундах у нас скорость не менялась скорость определяется наклоном прямой и видно что скорость не менялась поэтому на этом отрезке мы можем найти скорость материальной точки видно что конечное значение с это 6 метров начальное значение с 2 метра в то время как конечное значение времени т2 это 3 минус т1 это ноль получается 6 минус 2 в результате одна целая и одна треть метров в секунду со знаком плюс потому что координата росла со временем на втором участке на втором участке мы видим что наклон кривой равен нулю и по определению действуя по определению мы видим что изменение координаты 6 метров минус 6 метров равно нулю на этом отрезке каждой точке каждого моменту времени соответствует своя координата и на этом отрезке мы видим что смещение по координате по с не произошло скорость получается равна 0 метров в секунду хорошо теперь третий участок он более интересный значит в третьем участке наша координата с 6 метров опустилась до двух метров значит поэтому скорость на этом участке будет конечные 2 метра минус начальное положение с 1 6 метров деленное на разность времени получается в результате скорость имеет знак минус в частности получилось 2 метра в секунду со знаком минус и